Voyager 1 в космическом полете более 38 лет и уже отдалился от Земли на 20 миллиардов километров. Еще ни один аппарат не улетал так далеко, и Voyager в этом деле абсолютный рекордсмен, бьет свои же рекорды каждую секунду. А Кассини поделился красивыми фотографиями спутника Сатурна Энцелада. Здесь можно поглядеть на его гейзера, и вы только посмотрите, как он высокохудожественен на фото с кольцами Сатурна. Красотища! Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. И многомиллионные времена в Беларуси подходят к концу. Летом следующего года, а именно 1 июля, начнут проводить деноминацию официальной денежной единицы, и 10 тысяч рублей станут одним. Разговоры об этом шли не один год, да и новые деньги напечатали еще в 2009 году. Но еще в прошлом году Лукашенко говорил о том, что нужно просто выждать момент, мол, все уже готово, осталось только сделать. Сложно представить, с какой путаницей столкнутся местные жители, вместо 10 косарей один. Один рубль, это же в голове укладываться не будет. Цены будут выглядеть нереально, и есть опасность выбросить мелочку привычки. Но с другой стороны, это по-любому будет удобнее, не придется таскать с собой это дурное количество банкнот. Вообще, я думаю, тяжело быть одновременно миллионером и не быть при этом богачом. В общем, я думаю, это к лучшему. А продолжая тему денежных реформ летом следующего года, в сети, да и вообще, люди уже во все обсуждают, безусловно, доход в Финляндии. Ну, та тема, что, мол, финны будут получать 550 евро, а потом и все 800 просто так. Так вот, это не совсем правда. Начнем с того, что это будет эксперимент на нескольких тысячах человек, которые еще только подумывают проводить. И, кстати, в городе Утрехте, Нидерланды, аналогичный эксперимент проведут уже в начале следующего года. И если такую систему введут, выгодно она будет только малоимущим, потому что все те, кто уже самостоятельно зарабатывает пару тысяч в месяц, к этому безусловному доходу получат еще прилично поднятые налоги. И в результате практически не получат увеличение дохода. Кстати, схема безусловного дохода – это монетизация льгот и заменяет собой все существующие компенсации. То есть, это сумма денег, которая безоговорочно достается всем, а значит, никаких других пособий ждать не придется. Поможет ли этот доход в борьбе с бедностью и безработицей зависит от многих факторов конкретной реформы. В теории должен, на деле будут смотреть, но звучит, конечно, сладко – 800 евро безусловного дохода. Да. А напоследок я расскажу вам про девушку из Австралии, которой так повезло, но так повезло, что не повезло в результате. Девушка по имени Шантель выиграла деньжись на скачках, а именно 900 долларов, и так обрадовалась, что решила поделиться своим счастьем с друзьями, выложив на фейсбуке селфи с широкой улыбкой и победным билетом, на котором был штрих-код, по которому кто-то пошел и забрал выигрыш до того, как это успела сделать сама Шантель. «Обращаюсь к подонку, который, очевидно, мой друг на фейсбуке, и использовал мое фото, чтобы получить мой выигрыш. Ты реально козлина, ты испортил мой день», – написала Шантель на своей странице. Полиция смогла обнаружить место выдачи приза и вроде уверена, что смогут вычислить и злоумышленника тоже. Это ж надо быть такой коварной жопы, увидеть радостную девушку и повести себя вот так. Ну и этот случай послужит уроком остальным. Сначала забирайте выигрыш, потом фоткайтесь, если, конечно, считаете это нужным. Да и вообще, осторожнее надо быть с информацией. Ну а комент дня к прошлому выпуску написал за клич. У этого пацана еще будут свои собственные 12 подвигов. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на НЕ Новости, а также на мой второй канал Будум, где я играю с вами в игры, например, в Мафию. Ставьте лайк и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. И если вдруг с вами находитесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующую тему на странице НЕ Новостей ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, а также не забудьте про Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и Гугл Плюсы. И однокласснички еще, кстати, еще есть Твитч. И не забывайте читать наш замечательный блог, который мы ведем уже более шести месяцев. И спасибо всем тем, кто поддерживает мой проект. Подробнее об этом можно узнать по первой ссылке в описании. Поддержи.неновости.ру. Пока!